Всем привет! Вы на канале Мастерская цветов и деревьев из бисера Ольги Ковалева-Лисовской. Сегодня я показываю заключительную часть композиции мечты. Нежные декоративные веточки из бусин. Общая схема. В композиции 5 веточек. 3 розовые, 2 белые. Предварительно необходимо набрать на проволоку бусины двух размеров. Сначала крупные, потом маленькие. Материалы. Бусины белые диаметром 0,5 мм, белые диаметром 0,9 мм, сиреневые 0,5 см, розовые граненые диаметром 10 мм, серебряная проволока диаметром 0,4 мм. На проволоку диаметром 0,3 мм набираем бусины различных размеров. Сначала крупные, потом мелкие. У меня будет 2 веточки в одной большой ветке. Большую веточку я уже сплела. Сейчас вам продемонстрирую изготовление таких элементов на примере маленькой веточки. И мы соберем с вами основную деталь. Итак, набираем 2 большие бусины и 2 маленькие бусины. Они у меня одного тона, скажем так, но разных оттенков. Розовая и сиреневая. Отступив от края рабочей проволоки с набранными бусинами сантиметров 20, мы начинаем с 20, можно даже 25, мы начинаем с вами формировать иголочки. Я иголочки формирую, как привыкла, удерживая бусину правой рукой, я правша. Перекрещиваю ее и вот так вот постоянно ее прокручиваю. У меня получается хорошая, красивая такая ножка иголочки. Прокручиваю на 2 сантиметра, 2-2,5. Беру вторую бусину, располагаю ее чуть ниже, но тоже ее достаточно длинной оставляем. И формируем вторую иголочку. Надо просто, чтобы две первые иголочки были длинными. Прокручиваем общую ножку, сразу две проволочки на сантиметр. И формируем еще две иголочки. В этих иголочках уже вот эти ножки будут около 1-1,2 миллиметра. И с этой же стороны вторую иголочку. Вновь прокручиваем общую ножку на сантиметр-полтора. И будем сейчас использовать крупные бусины. Крупные бусины оттягиваем, так, чтобы она была по расположению ниже последних мелких бусин. И в такой же манере закручиваем, формируя иголочку. Прокручиваем общую степель, если это можно так назвать, где-то на сантиметр. И вторую иголочку. Вторая иголочка должна быть... Ой, вторая иголочка из крупной бусины должна быть ниже первой. То есть мы вот такими ярусами сделали интересную веточку. Я использовала именно такой оттенок розово-сиреневый, потому что он перекликается... Общий степель теперь прокручиваем где-то на сантиметр-два. Так как он перекликается у меня с оттенками в основном букете. Можно использовать, естественно, зеленые, голубые, синие, вообще какие угодно бусинки. Проволоку я взяла более-менее в тон, вот такого белого цвета. Потому что у меня малиновый и розовый есть. Малиновый и розовый цвет проволочки есть, но он слишком яркий мне показался. Расправляем, придаем веточке небольшой объем. Вторую веточку. Техника абсолютно такая же, но используется просто чуть большее количество бусин. 5 мелких, 3 больших. Единственное отличие, это расположение трех бусин на, скажем так, первом ярусе иголочек. Там у нас было две бусины, здесь три. Две длинные, одна покороче. Общая часть скручиваем и еще две иголочки. Общую часть скручиваем и располагаем по одной иголочке из крупных бусин. 1, 2 и 3. Каждый раз иголочка с крупной бусиной ниже предыдущей. Итак, у нас есть две такие веточки, одна по длине, другая покороче. Объединяем их так, чтобы они и так и оставались. Длинная и короткая веточка. После того, как вы завершили иголочки в каждой из веточек, должна быть общая скрутка. Где-то на полтора-два сантиметра. Вот здесь вот. И удерживая. Дальше смотрите. Так как у меня композиция такая пышная получилась, мне не нужны дополнительные стебли. И я пока что на этом этапе, когда снимаем мастер-класс, не решила здесь брать стержень дополнительный. Вот, например, какой-нибудь. Можно взять, примотать на ту высоту, которую вы хотите. Может, я так впоследствии сделаю. Но пока что у меня веточки именно такие тонкие, просто декоративные. Будут вот эти части только видны в букете. А вот эта вот худая основа, она у меня будет внутри вазочки. То есть абсолютно не видна. И тем более у меня в вазе уже столько там натыркано этих цветов, что совсем уже мне места мало. Поэтому я не использую стержень. Если хотите, используйте. Тут ниточками все обрабатываете. Клеем ПВА низ фиксируете. В общем, делайте все то, как мы делали в предыдущих мастер-классах. Я сейчас делаю вот именно таким легким способом. Все прокручиваю. Так как проволочка диаметром 0,3 мм, она тоненькая, гнется. Если вы будете использовать 0,5 мм, тоже очень хорошо. Здесь вот ножка будет очень плотная. Из четырех хвостиков даже сама достаточная. Итак, я прокрутила сантиметров 8. Вот этот хвостик я теперь загибаю в эту сторону. И прокручиваю, оставляю малюсенькую такую петельку крошечную. И прокручиваю вот такой вот нож. Вот что у меня получается. Осталось это все расправить. У меня они будут вот такие вот, не знаю, как использовать слово, повислые вази. Вот так я их буду засовывать. Извиняюсь за мой французский. Значит, оформлять буду вазу именно таким способом. У меня готовы три розовые веточки. У меня было только вот этих вот бусин на три веточки хватило, крупных бусин. Поэтому получилось только вот такое количество. А так как в букете мне маловато, таких деталей показалось, я сделала еще и белые веточки. И из белых крупных бусин, и белых вот такого жемчужного тона бусинок. Итого пять веточек. Делается быстро, несложно. Я вот на камеру с вами буквально за 3-2 минуты это все сделала. Это больше у меня съемка заняла. Поэтому вот такие маленькие детальки, легкие, они украсят абсолютно любой букет, придавая ему объем, живость, дополнительный цвет. Надеюсь на вашу обратную связь, комментарий, лайк для канала. А также присылайте мне фото ваших букетов мечты в социальных сетях, инстаграме, на электронную почту. Мне очень интересна ваша версия и вид готовой композиции. С вами была Оля. Мечтайте и все сбудется. Пока-пока.